Трещина глубиной несколько метров и шириной более метра образовалась на побережье 16-й станции фонтана. Опасные процессы здесь наметились несколько лет назад, задолго до прошлогоднего оползня в Черноморске, уничтожившего десятки элитных домов. Сотни тонн грунта в перемешку с ракушечником нависают над автодорогой, по которой ежедневно в сторону моря направляются десятки машин. В какой момент склон рухнет, экологи прогнозировать не берутся. И констатируют, оползневые процессы ускорились после того, как верх склона начали активно застраивать многоэтажками. Проблему можно было бы отчасти решить, если начать ухаживать за зелеными насаждениями на склонах и, разумеется, высаживать новые. Корни растений смогли бы укрепить рыхлый грунт. Появились первые признаки того, что сам процесс разрушения береговой части склона, он движется, если так можно сказать, к центральной части города. Нелепое отношение к даже простым насаждениям на побережье, оно и дает основание полагать, что это невозможно будет остановить. Потому что деревья в первую очередь, они выполняли вот эту основную функцию, то есть берегоукрепительную, так скажем, функцию. Ну а пока на 16-й борются с последствиями бесхозяйственности, на 8-й станции Большого фонтана склон поддерживают в идеальном состоянии. Здесь начали заниматься укреплением более 17 лет назад. С тех пор, как Международный гуманитарный университет взял под свою опеку этот участок побережья, его внешний вид значительно изменился и однозначно в лучшую сторону. Проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения. На склонах высадили более 20 тысяч деревьев и кустарников, засеяли газон, а работы по озеленению ведутся ежедневно. Создано у нас в университете волонтерское движение такое среди студентов Международного гуманитарного университета и Национального университета юридической академии. Мы просим студентов и объясняем, и говорим, что каждый студент нашего университета должен высадить хотя бы одно дерево. И вы знаете, это работает. Вот многие студенты говорят, приезжают, уже закончили вуз. Вот это сосны, которые высажены нами. Для регулярного полива зеленых насаждений на склонах оборудована автономная система с использованием подпочвенных вод. Если каждый одессит, если хотя бы каждый второй примет участие в субботниках, повысаживаем деревья, то это будет большой плюс для нашего зеленого города. Одесса славится чем? Одесса славится именно зеленью. То, что вот видите, одесситы неравнодушные, высаживают. Сейчас очень важно, чтобы мы укрепили склоны. Потому что, если сейчас не обращать внимания именно на это, будет беда. Проводить субботники на этом участке одесских склонов – привычное дело для студентов. К примеру, сегодня здесь озеленяют территорию студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юрокадемии. Вносишь вклад в эту зелень. Это очень приятно. Мы все дружно вот здесь работаем. Настоящий мужчина в жизни должен сделать три вещи. Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Ну, один пункт я уже сегодня выполнил. Я высадил пять деревьев, но я еще носил землю, носил воду. Хорошо, что представилась сегодня такая возможность увидеть и поработать вместе с Рей Васильевичем Кивалом, который всячески всегда помогает нам в озеленении нашей территории и во всем так же. И хорошо, что попадает такая возможность поработать вместе как студенты и руководство нашего вуза. Ну, теперь можем его засыпать. Это дерево обязательно примется и будет расти и радовать нас всех и отдыхающих, которые будут приходить сюда. Ниже парковой зоны с хвойными насаждениями расположилась уютная набережная. Сегодня она выглядит красивой и ухоженной. А ведь ранее здесь были сплошные руины и свалка. С тех пор вывезли около 400 тонн бытового и строительного мусора, установили скамейки, провели современную систему освещения. Построены три спуска к морю, в том числе пандусы для инвалидов, построена бесплатная стоянка для автомобилей. А также к услугам всех желающих спортивный комплекс для проведения международных соревнований и современная спортплощадка с уличными тренажерами. На фоне проблем, возникших на склоне 16-й фонтана, мэр Одессы привел в пример инфраструктуру на 8-й. Именно по такому принципу должны быть укреплены и остальные склоны на побережье.